Всем привет! Это канал Визрунки и Доли. Меня зовут Ольга. Я приветствую всех на своем канале. Сегодня очень необычный формат интервью. Сегодня у меня в гостях моя хорошая знакомая, моя подруга. И я хочу сказать, что это мой духовный наставник с какой-то стороны, потому что это очень мудрый человек. Светлана. Светлана, это художник. Якомалю, я святый. Привет, Света! Привет, Сонечко! Ты меня дивуешь. У меня очи так открываются. Но очень приятно. Я тебя приветствую. Приветствую твоих подписчиков. И дякую за приглашение. Сегодня у нас очень необычный формат встречи, потому что месяцев, наверное, пять назад я заказала светикартины. Мы были светой несколько раз на одних и тех же курсах. Я заказала светикартины. Я ощутила, что мне это надо. Я не понимаю, зачем. Я не понимаю, но если чувствую такую сильную тягу, я понимаю, что нужно действовать. Правильно? Я заказала Свете. Мы долго разговаривали. То есть я не скажу, что Света меня так хорошо знала, но мы просто начали общаться. И вот пока Света рисовала картину, пока картина ехала в Украину, пока из Украины ехала ко мне в Америку, мы очень сильно наладили, я так понимаю, мы нашли ту ниточку, наверное, совместную энергетическую. И это так вот человек, который солнышко, который освещает дорогу и где-то подсвещает вопросы. Я тебе, Света, очень благодарна и хочу начать с того, что я сегодня вытаскивала карту дня совершенно. Я ничего не имела в виду, вытащила карту дня. Я понимаю, что я вытащила карту рост. Я никогда не использовала оракул для карты дня. Здесь я вытащила рост. Ну что, будем открывать банку? Пандоры? Класс. Давай. Давай открывать и подивимось, что до тебя пришло, какие энергии. Давай мы начнем с того, что все-таки Света – это человек, это художник, это шаман, это экстрасенс, это человек, который работает в НЛП, это таролог. Скажем так, я очень часто обращаюсь к ней по многим вопросам, потому что у каждого таролога должен быть свой таролог, как у каждого психолога должен быть свой психолог. Правильно, Света? С эти колонны. Але так, в цьому шусье. Так, без зеркалием одно-одному цифровому. Абсолютно, да. И, скажем так, картина пришла. Света рисует картины, и Света рисует духовных проводников. Расскажи, как это правильно звучит? Я, наверное, сейчас немножко не то говорю. Нет, все правильно, все правильно. Действительно, ты знаешь, это настолько бентежит, энергии, они такие интересные. Честно говоря, я сама щоразу открываю смысл вирмене. Ну, потому что, добре, тотемы. Я сама начала выясняти, что наши тотемы – это наши субличности, субособистности. Уявляешь? Тобто, ці энергии были колись в наших перенароджениях. Мы сдобули их. Просто так тотем не прийде. Потому что, если у тебя цієї энергии нема, в том ДНК, в том характере, тотем не может прийти. Уявляешь? И картины, самое мне вдаётся, я розумію, завдяки своим проведникам, которые мне говорят, и вчителям, також, которые приходят в моё життя, я зрозуміла, усвідомила, что саме через картины, людина, ты сейчас, уявляешь, ты сейчас будешь отримывать свои коды. И, тобто, это, понимаешь, как тот сгусток энергии в одними упаковке. А для чего? А для того, просто-напросто, чтобы ты кроковала до своёй цели. Для чего приходят тотемы, для чего приходят проведники, чтобы нас направлять, чтобы мы отчули нашу нуклео, нашу сердцевину, нашу сутность, чтобы мы усвідомили, кто мы есть, чтобы мы взяли свою силу и просто-напросто начали кроковаться. А ещё самое цікаве – почали жити. Мы иногда так пробегаем, что мы не живём. Абсолютно правильно. Спасибо большое, Светочка. Ну что, открываем картину. Ты знаешь, ты когда начала говорить, что время открыть, наверное, пошла вот эта энергия земли, энергия лавы, пошло такое натхнение, я даже это описать не могу, у меня сейчас отключились слова, потому что у меня уже руки тянутся открыть и показать всем. Итак, картина, так как мы живём далеко, картина пришла в свитке. Почему-то я сейчас подумала о жреце, о свитке Таро и о той информации, которая должна быть. Посмотри, боже, у меня энергия просто... Я не знаю, что ты туда вкладывала, в ту картину, но, походу, это то, что именно мне нужно. Так, я открываю, чтобы не видеть, что там именно нарисовано. Я даже Свете показала, что я честно её не смотрела, только что вскрыла коробку. Так, так, так. Так, мне хочется, чтобы... Значит, я нашла, как её собрать. То есть картина пока в рулоне. В конце видео я обязательно вставлю, я клип на эту картину, то есть чтобы мы лучше рассмотрели. А на данный момент у меня я могу её просто развернуть. Итак, как мы попробуем её сделать? Так, ты развертай, а потом повернёшь до себе в личи. Вот так, развертай. Ну, её надо будет натягивать. Есть, мы её маем. И теперь я хочу бачить твоё обличие, ты маешь побачить картину. Здесь, наверное, должны быть какие-то слова. Света, то, что у меня шерсть дыбом встала, мне ничего не могу тебе сказать. Меня как... А слов-то нету. А я... Давай ты мне расскажешь, и я немножко приду в чувства. Так, дивись. Самое цікаво те, что есть у меня такая одна уже подруга, мы познайомились через ресторон, она замовила розклад, и она побачила тебе с Натальей, и говорит, я так чекаю розпаковку картини, и говорит, мне так, Оля, её очи, они меня поглинают, и я думаю, что в картине мае быть ворон. А я говорю, бинга, я это скажу, обовязково, это Светлана Кінаш, уявляешь, как цікаво. И она уже, вона уже прочь, она почула, что твой тотем ворон, один из, звичайных. И в тебе есть от твоих тотемов поведомление, если хочешь, я могу их зачитать, потом, конечно, я очень хочу. Ты можешь дивиться на картину и понимать. Ворон каже, из життів в життя моя мудрість у тобі мудрість веков. Червоним ланцюгом перероджень записано в скрижаль знань. Усі відповіді в тобі лише зазирни в себе. Ми завжди на крок попереду. Цей ланцюг твоєї ДНК з твоєю колисковою всесвіту. І там мені здається, що саме треба подивитись зорі містерів, тому що я не знаю, я не дивилася. А сова каже, вона, бо ворон, він сказав, як то кілін, це треба, щоб ти прослухала, продивилась. Сова Марте, Марте, це Марс, якщо по-нашому, і вона говорить, поточність наша швидка, як взмах крил, ти готова до нового дня, наповненого містикою та відкриттями, подивись собі увічі, і ти пригадаєш усе, поточністю вона каже, ось тобі свиток, що ти сказала, що прийшов до тебе свиток, пума, жаде, в моїх очах швидкість подій, разом ми завжди знаходимося у моменті, я завжди готова до стрибка, я на поготові, життя в наших руках, і ми проживем його наповну, де твоя увага, там наша сила. Олень Олень мудрість Сабіо Наша мудрість відточена віками, я і є любов, яка живе у твоєму серці, лише не відчуй, як воно б'ється, я завжди поруч, ловлю кожен твій подих, щастя життя тече в наших жилах, ти поцілована всесвітом. Риба флай, флай, вона так сказала, злити, злити, тільки взлеті ти відчуєш в собі творця, злет душі немає меж, наповни себе злетом, і плеви у небі, для цього в тебе є крила. Янгол, він явився такий дуже великий, якось так зверху, і в нього таке було дуже довгое волосся, хвилясте, і таке як дуже темне, як чорне, як смоле. І мені, що він не сказав, як то з заходу, розумієш, як то з арабських таких країн, і він каже, схід сонця, і подивись арабською, його звати схід сонця. Я шукала, знайшла фаджир, і молитва схід сонця салят, і означає фаджир цінніше, ніж життя. Схід сонця цінніше, ніж життя. Розкрий свої крила, ти знаєш їх велич. Вбери в собі силу небесу, крокуй до мрії, втілюй її в життя крок за кроком. Благословенна небесами. Світа, що я в шокі, я нічого не можу сказати. Я не можу понять, почему я пытаюсь смотреть в глаза к каждому тотему, і вони мені знайомі. Я як будь-то увидела родственників. Леопард, пума. Про кошку ти знаєш цю історію. Я тобі про кошку говорила ще з самого-самого початку. Верній, наверное, когда-то вже її, наверное, написала, правильне говорити. вот мене коты идут, я даже ребёнка назвала Лео, ну, потому, що я не можу понять, почему у мене, у мене всегда шли с кошачими, у мене всегда шёл какой-то коннекшн. Я смотрю на этого, мене очень хочеться показати, я смотрю на эту пуму, і я понимаю, що мені її лицо знакомо, абсолютно знакоме лицо, я понимаю прекрасно, що в сові какая-то, вот, такое ощущение, як будто мої друзі пришли. Так, звичайно, це всі твої життя, ти ними була, це ти, як то себе бачиш, знаєш, по фотографіям, з маличку, як ти росла, тільки в інших світах, в інших вимірах, і, можливо, навіть і на землі розумієш, тому що янгол ти знаєш, своє крило ти знаєш. Ну, як крило оказалось з недавніх пор прорезалось, як це правильно сказати? Правильно ли я понимаю, що сейчас, вот то, що мене щас так штормить енергія, як будто я на, не то, що на електричному стулі, на магнітному якомусь стулі, то есть я сейчас конкретно получаю цей заряд енергії, який необхідно получити. Полічить, сказала світ, полічить. Правильно ли я понимаю, що є ще і якийсь терапевтичний ефект? Звичайно, звичайно, тому що це означає? Ти отримуєш свою силу, ти повертаєш свою силу десь розгублено, ти знаєш, коли ми втрачаємо осколочки душі або фантоми десь застріють, ти зараз собі це все повертаєш, уявляєш, ти зараз перезаряжаєшся, як та батарейка, ти отримуєш всю свою силу і ти, виходить, якби конектуєш чи вскриваєш, я навіть не знаю, як це слово підібрати правильніше, но активуєш то точно. І от розумієш, чому я завжди кажу, найважливіший момент розпаковки і коли ти бачиш і в тебе саме в цей момент вливається енергія. Твоїх тотемів твоя сила повертається. А правильно ли я розумію, що вузити щось повернув? Ось це, це конкретно те, о ком я думаю, той кучерявий, кудрявий, той, хто завжди зі мною. Ну так, це дорога, шлях, ти розумієш, так? Так, і саме в той світ, щоб ти усвідомила, що сова, вона символізує саме жрицю, в цьому, щоб ти розумію, ну, щоб ми так, а ти звернула увагу на оцей синий колір. Так, це мій любимий цвіт. Я не знаю, знала ти или нет, але синий, це цвіт, який ми зшлися, когато тому же, якщо ти не заметила, у меня даже стіни синие. Ну, оцей світ, ця поточність, оцей світ інформації, розумієш? І от ти бачиш, наскільки ти в поточній. Ти знаєш, я не так благодарна, ти просто не представляєш, що ти зараз со мною делаєш. Я сижу на якому-то магнітному місці, і я понимаю, що я як на розетці сижу сейчас. Хорошо, а вот це красний медальйон, который вони вот эту нить держат, правильно ли я понимаю, що це какой-то талісман? Так, так, це те, що мені сказали тобі намалювати, він і твій, і оберіг, і там практично, там нічого таку нема, це твоя жіноча сила, ти знаєш, що саме запакована, так, це символ енергії жіночності, там йде руна невеличка, яка дуже сильно охороняє, зазвичай, я руни не малюю, я малюю якісь знаки, які мені показують, але тут саме треба було з'єднати, от, і от, отей, отей червоний ланцюг, який тебе з'єднує з твоєю колискою народження душі твоїй, так, що там можна буде дивитися, і дивитися, розглядати, розпитувати, зараз тільки перший, іде така перша інформація, серйозна, яку ти поступово будеш вбирати, усвідомлювати, вона має устаканитись, і картина, вона дуже класна в чому, що ти будеш мати змогу спілкуватися, що хвилини, щодня, коли тебе заманеться, і вона, от це вже поле картини буде присутні в твоєму полі. А то, що я ще тут мужа посілю, нічого, на нього, як буде дійснювати ця картина? Як може, любов діяти на дітей, на чоловіка, на людей? Я знала, що ти мене шокуєш, я к этому була готова, то есть я знала, що я получу силу, здесь я совершенно не сомневалась, то есть здесь вообще как бы рокового рівня, но такого я не ожидала, то есть я была готова к тому, що Света что-то преподнесет, ну я знаючи, как бы я хочу поделиться со всеми, знаючи пані Светлану, это даже, здесь даже не о духовном проиводнике идет речь, здесь идет мое любимое слово черевнытья, это шаман, это человек, который, ну то, что она меня периодически подлечивает, я как бы, кто не знает, я сама по профессии провизор, фармацевт, то есть у меня есть высшее медицинское образование, я прекрасно понимаю в медицине, прекрасно как бы всегда я пользуюсь, но есть такие случаи, даже не есть, а в последнее время пані Светлана меня быстро ставит иногда пинком под задницу, иногда прогулубить и быстро оставит меня в норму, а теперь я конкретно понимаю, что пані Светлана мне еще и сейчас и поток мне немножко, мягко говоря, как это прочистила таким хорошим ёршиком, и Свет, я тебе что могу сказать, то, что в шоке, я тебе, понимаешь, у меня слов не хватает, то, что у меня и отобрала речь, это что-то из оперы фантастики, да, из оперы космоса, ты знаешь, у меня всегда слов, мягко говоря, много, я в шоке, я почему-то, я здесь вижу себя 18-летней девочкой, я не понимаю, почему, но вот я конкретно вижу себя здесь 18-летней девочкой, к сожалению, давно не 18, или, наверное, к счастью, уже давно не 18, но вот здесь я вижу эту 18-летнюю девочку, либо у меня душа молодая, либо вот что-то вот. Это, разумеешь, это наиболее, что может быть, потому что ты открыта до эмоций, когда ты чувствуешь, сейчас уявляешь, в тебе поспадали все какие-то ножи, какие-то блоки, за секунду, только раз, яка магия, да, и когда ты скажешь, я чувствую себя как малую дитину, а когда мы малые дети, у нас радость, у нас довіра до життя, мы живем, у нас нема, ты уявляешь, ты памятаешь, какие мы, это же бастующие таки, таки, роки, так, когда нам нема перешкод, мы можем все, ты понимаешь, про что ты говоришь, ты сейчас, сейчас иди подкреслення, отчетка у тої сили, нема меж, и ты можешь все творить, всего досягнуть, таки вражения, как то свет в тебе на долоні, и саме в цей момент ты открываешь своё сердце, ты открываешь потоковый, энергии, которые в тебя вливаются, на то, что я вижу, мне показывают, и это чудово, это просто великое счастье. Ну, из ощущения сенситива, сейчас я тебе могу сказать, что то, что с меня как будто сняли какой-то шлем, который мне давил, вот в области аджны и так далее, то есть в образе, в области третьего глаза, то, что у меня сейчас руки горят, вот я держу эту картину, такое ощущение, как будто я держу горячую кастрюлю, знаешь, вот которую только-только сняли с, прости, пожалуйста, за то, что я так сомнила картину, я так ощущаю, настолько я ощущаю от неё жар, вот я как будто сижу возле печки, как будто у меня батарея рядом со мной включённая, вот я это на физике ощущаю, вот в чём вопрос, я тебе так благодарна, ты знаешь, я, наверное, ещё её долго буду рассматривать, я, наверное, долго ещё буду петь тебе дифирамбы, это совершенно, это даже не 10% то, что я сейчас ощущаю, я знала, что ты очень талантливый человек, я знаю, что тебя Бог наградил, я знаю, что эти работы очень дорогие, и ту цену, которую я заплатила, я думаю, ну, мягко говоря, Свет, я тебе честно говорю, я тебе это говорила, ты рисуешь такие вещи, ты делаешь людьми такие, такие процессы, это стоит дорогого, это стоит гораздо большего, то, что ты берёшь, я прекрасно знаю, что то, что я заплатила, это вообще ни о чем, ну, по-честному. Я тебе хочу подякувати, по-перше, ты мне платила наперед, это сейчас так, так и становится, честно говоря, ты начнела, ты распаковала мою энергию, я тебе також благодарна, и эти, скажем, курьесы, чи ця энергия, она продолжает рухаться, и у меня уже знаешь, я себе стараюсь контролювати, ой, как она, ну, бачишь, обовязково ты ее натягнешь, и обовязково. ты понимаешь, что сегодня у меня мужу не будет покояться, потому что, кто будет натягивать, как бы понятно, да? я понимаешь, почему мне Роман сказал, что до 12, он не будет спать, я теперь успею, будет ждать вашего звезда, чтобы так, и ты знаешь, ты распакала, ты открыла мне такую энергию, и ты вспомнил, я обовязково поделюсь, потому что у меня один проект, он мает открытися, он для меня очень серьезный, очень глубокий, с одним шаманом, и саме ты открыла эти две энергии, я чувствую, поэтому, выявляешь, Оль, как я тебе також вдячна, в тебе сила, ты думаешь просто так, ці слова, я тебе их обовязково сфотографирую, вишлю, ты их перечитаешь, и ты в каждом, в каждом своем потене, ты будешь считывать информацию, энергию, будешь отримывать, и будешь усвідомливать, кто ты есть, яка в тебе душа, какого рангу, разумеешь, ты знаешь, мне сейчас такое пришло, это такой огромный талисман, это такая огромная, ты знаешь, какое-то окно во вселенную, окно в пространство, Свет, ты понимаешь, моя вишутка сегодня убита, сегодня буду восстанавливать ее, потому что я не ожидала, я знаю, что ты тебе сейчас сказала, я просто обалдею, потому что мои же тут тоже говорят, и это действительно, ты весь талисман, и в окно всесвят, в окно в тебе саму, ты есть всесвят, а мы этого не осведомливаем, и когда ты это говоришь, и мои же прям, я их бачу, я им так бячно, что они поруч, мы и я были на похоронцах, и проведники, и они счастливые, они сейчас таки счастливые, потому что это их заслуга, и когда они видят твои осведомления, как ты говоришь, но ты говоришь, скажем, сердцевину, и самое то, что ты мала отримать, самое то, что ты мала, что ты есть всесвят, что ты есть орехом, разумеется, это сердцевинка, это просто, дякую тебе. Ты знаешь, я сейчас чувствую такую энергию, такое тепло, я не знаю, как мне теперь провести окончание дня, вечер, потому что зарядила ты меня, Светлана, мягко говоря, сильно. Дякую. Что я хочу сказать, я очень боюсь, её как-то буду держать в руках, потому что боюсь очень испортить. Дорогие зрители, подписчики, могу вам сказать честно, что энергообмен в мире существует, он очень важен, потому когда со Светланой стал вопрос о плате, у нас даже, ну то есть я говорю, что денежная карма, она от нас никогда никуда не уходит. Если мы получаем какие-то услуги, мы обязаны их оплачивать, иначе потом, в принципе, просто наша денежная карма как бы просто пострадает. Потому, Светлана, за такие, я хочу тебя назвать пани Светлана, как бы ты знаешь, как я тебя называю, за такие услуги, за услуги терапии, за услуги, тут даже, знаешь, не услуги, здесь ты меня как духовный проводник, знаешь, вот здесь именно ты ведёшь меня конкретно, ты мой духовный наставник, у нас как бы есть наш общий духовный наставник, а ты мой сопутствующий, который периодически выписывает мне по-зашейному, скажем так, я тебе очень благодарна, я тебе желаю, чтобы твой дар, я знаю, что он очень часто и очень много кому помогает, я тебе желаю, чтобы твой дар распространялся по миру, ты столько делаешь для мира, я это прекрасно знаю, я тебе желаю, чтобы твоя денежная карма не страдала. Свет, я знаю, что ты очень добрый человек и что ты ставишь, наверное, 10% от реально тех картин, которые это стоят, почему я постоянно говорю это, потому что, Свет, ты делаешь очень много, я тебе очень сильно благодарна, я тебе посылаю лучики тепла, я тебе посылаю лучики добра и знаешь, я в шоке, вот одно слово, я в шоке, я сейчас, у меня настолько горит вот сердечная вот чакра, ты знаешь, прекрасно, что мы как-то над этим работаем и так далее, и так подобное, но вот сейчас я конкретно почувствовала совершенно другие ощущения, что-то открылось, я ещё не понимаю, что, наверное, мне с этим нужно переспать, осознать, поработать, я как будто начала дышать, ты как будто мне, знаешь, сделала искусственное дыхание, запустила сердце снова. Так я тебе вдячна, я тебе дуже вдячна, что ты приняла ци энергии, свои же энергии, разумеешь? Такое ощущение, как будто ты полетела, знаешь, какую-то где-то больную душу, я не скажу, что я как бы сильно страдающий человек, как бы или там, ну, конечно, у каждого бывают свои драмы и своя жизнь, но у меня такое ощущение, как будто я сейчас получила какое-то божественное, даже не очищение, а какой-то вот healing, да, называется на английском, когда тебя просто восстановили. Так, так, а ты понимаешь, повернение своих энергий, повернение... Абсолютно. Я могу сказать, мне так хочется обнять и лежать, понимаешь? Я просто, я просто, я тебе очень сильно благодарна, я тебе, как это, я, наверное, не устану это говорить. Ты мне дай немножко месяц мне подуспокоиться, потому что я тебе говорю, следующий месяц жди, я буду тебе набрыдать со своими рассказами, что твои татемы со мной творят, потому что я вижу эти, эти же, эти глаза. По поводу ворона это вообще тебе не сказать, я тебе могу сказать, что ворон, я тут гонялась за колодой с воронами, и тут я Наталье недавно про ворона говорила, что Наталья так улыбалась почему-то. Я сегодня искала, я где-то видела колоду, где жрица идет в виде ворона, я ее искала, я подъеду сейчас, я не могу ее найти, но чувствую, сейчас ее найдут. Свет, я тебе очень благодарна, подписывайтесь, у Светы есть свой чудесный, канал, подписывайтесь на канал Светланы, та, что молюет святы. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, мы обязательно сделаем еще одно интервью с паней Светланой, ну а мне пока нужно успокоиться. Дякую, Оля. Я тебе очень благодарна, потому что такие энергии, знаешь, их молювать, это как-то доторкаться до чего-то очень светлого, божественного. И ты знаешь, что зачастую я також докладаю свои энергии, это нелегкая работа, но ты же понимаешь, ты понимаешь, я как бы эта работа не была, она очень вдохновляет, поэтому я так же очень благодарна. Все, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, колокольчики, комментируйте, что вы думаете по поводу этой красоты. А мне нужно немного отойти. Все, всем удачи и пока-пока.